Вот есть лица какие-то, примелькались там, вот на листовках, на плакатах. Барнаульцы стали замечать приближение выборов. Еще пару дней развернется масштабная агитация. В этом сентябре Гордума качественно изменит лицо. Из действующих депутатов вновь баллотируется половина. А по оценкам экспертов обновится едва ли не две трети. Но кто сядет в кресло депутата? Программу не читаю. Ну обычно, если вам честно сказать, я за единую Россию голосую. Наверное, дела делают. Ну, может быть, не знаю. Я голосую за них. Единая Россия, КПРФ и новые люди – тройка партий, чью работу с избирателем сейчас и видят. Баннеры, встречи. Из старичков выдвигаются, конечно, либерал-демократы, справедливоросы, партии меньшие, коммунисты России, и которые все еще собирают подписи, партии пенсионеров, зеленые родина. Они не опоздали, но времени для знакомства с электоратом все меньше. А это не может не отразиться на результатах. Пристально будут следить за итогом борьбы единой и новых. Последнюю часто воспринимают как альтернативу партии большинства. Там, где новые люди участвовали, процент «Единая Россия» был меньше. То есть это именно государственные. Госдума «Единая Россия» набрала чуть-чуть меньше, чем на выборах Алтайского законодательного собрания, где как раз политическая партия «Новые люди» не участвовала. Ну, там по различным причинам. Под слово «Новые люди» люди могут, недовольные действующие власти, они могут и голоснуть. Поэтому, если она появится, ну, это будет развлечение. Эксперты считают, что преодолеть 5-процентный порог, взять хотя бы одно место, маленьким партиям будет вполне под силу. Их главная задача – собрать свой электорат. А это значит ударить в самое больное. В первую очередь – это благоустройство. Во вторую очередь – зеленые зоны, парк, экология. Третье – это транспорт, дороги, общественный транспорт. Четвертое – целый перечень локальных проблем типа отсутствия дороги или воды. Главная проблема в городе – это дележ, вот это распределение, оформление всех земельных участков. Общественник Константин Емешин уверен, что главные проблемы в программах как раз не звучат, отчего явка традиционно низкая. А сами депутаты в силу ограниченности городского бюджета не способны решить все запросы избирателей. Тем не менее, в Барнауле будут использовать различные методы привлечения электората. В ходе съемок мы нашли жителей, которые сознательно готовятся к выборам. Посмотрю на людей. Во-первых, ну, просто внешний вид. Посмотрю, что они предлагают, программу почитаю, знакомлюсь. Но из-за этого буду делать свое мнение. А биографии гуглите? Пока еще нет. А на что смотрите? Ну, чем занимался этого человек? Почему он решил пойти туда? Ну, как правило, люди определяются в последний момент. Как бы это странно ни звучало, но люди приходят и смотрят, кто где работает, какая профессия, какое образование. И, как правило, если видят слово врач, учитель, ну, такие социальные, будем сказать, профессии, всегда были в приоритете. Минус этих выборов, по словам Струченко, в том, что электронного голосования не будет. А это бы автоматически подняло явку, особенно среди молодежи. В целом же, со следующей недели мы начнем наблюдать политическую борьбу. И, по оценкам политологов, борьба будет жесткой.